итак приветствую на канале сегодня мы поговорим про анонс более такой подробный анонс с ценами с характеристиками с условиями приобретения гарантии это смартфон realme sim и realme sim pro чем эти смартфоны интересны хотя это является китайским брендом компании realme но это под бренд суббренд и в общем-то техника устройства производства концерна bbk которые занимаются всем чем угодно и кроме этого занимается производством выпуска мобильных телефонов смартфонов и в общем-то по сути компания realme у по viva и ван плац это смартфоны одной компании вот можно сказать что это в принципе там младший брат или какой-нибудь там племянник ван плац который очень высоко котируется и достаточно дорогие интересные в общем-то такие устройства знаковые именно в мире андроида потому что они действительно принесли что-то интересное и более новый уровень подняли вот на планку качества потому что был samsung корейские были остальные китайские аппараты вот компания bbk и ван плац реалме они очень сильно вот на этот рынок ну и здесь и компания xeon и которые в общем-то кто-то любит кто-то не любит но мы по крайней мере ездили и вот мы находимся на сайте xbt решили до нового сочетать европейские реалме 7 и 7 pro получили на все хорошие цены оба смартфона предлагаются с трехлетней гарантией возможности бесплатной замены в течение двух месяцев после покупки но как видим компании выходит на европейский рынок и тут скажем таки очень лояльные условия даже вы искать выгодные что-нибудь им терял не 7 pro поставляется зарядным устройством супер дат мощностью 65 ватт разряженный аккумулятор он будет заряжать буквально за 10 минут 24 аккумулятора примерно за 23 минуты full аккумулятор для меня в принципе такие характеристики уже можно сказать даже избыточные мне если смартфон заряжаться за час-полтора мне этого хватит ну 20 уже долго вот час-полтора это нормально принципе реалме 7 pro получит 6,4 дюймовый кран супер амолед и тут мы понимаем что цена будет не маленькая но мы понимаем то что это супер амолед супер амолед есть только у самсунгов у некоторых мэйзу и у некоторых сяоми в общем-то супер амолед сразу поднимает стоимость устройства в любой ценовой категории отпечаток пальцем под экраном это все технологии достаточно новой и в общем-то нам тут рассказывает вырез как вырезать в нормальном месте как видим поэтому тренд 2020 года это отверстие с левой стороны экрана процессор snapdragon 720 и работает под управлением андроиде сети из коробки но уже в ноябре он получит обновление до андроида 11 и реоми 2.0 будет стоить 300 евро и тут многие скажут вот snapdragon 720 а мы сейчас посмотрим что такое snapdragon 720 версия 828 и в общем-то мы находимся на сайте feltix и смотрим что такое 720 720 это процессор 2020 года жмет 270 280 тысяч вантути используется в очень многих смартфонах оппо и в тоже сяоми и в общем-то это нормальная нормальный смартфон для устройства техно с ценником до 250 300 долларов это совершенно нормальное явление и нам говорят вот что что где-то там есть лучше и вот пока x3 они говорят в пока из 3 там 732 нужно понимать что 720 730 732 это по сути одно и то же как видим здесь 730 есть он шел тоже все уме не это не не редми а именно миссии она более высок катерцев пикселей идет получается вот 730 720 это одно и то же это одно и то же но если он в реалме вот у нас реально это здесь 720 плохо за 300 евро там за 300 долларов плохо 720 а такой же самый 730 в гугле пикселей 4 а там уже там понимаете там уже google пиксель там уже хорошо просто какая-то система двойных стандартов какая-то дезинформация ложь по сути тот же 732 он является тем же самым 720 там празднице в чистоте плюс-минус 100 мегагерц она уже рассказывает что где-то там лучше ну я рекомендовал бы людям не заниматься такой открытой херней и в общем то смотреть на проблему или вот на это эту ситуацию более так со знанием дела и без пониманием того что это процессор и 1 ценовой категории по сути это одно и то же вот у нас реалме симпросим про это достаточно такого устройства высокого класса а те кто хочет сэкономить могут взять реалме 7 тут уже обычная пьес матрица процессор медиа так или 95 который абсолютно скажем сопоставим после вычислительной мощности по своим характеристикам после спецификации по своим в общем-то эксплуатационным характеристикам с тем же 720 730 832 снэпдрэгоном европейская версия немного отличаться антидиск во-первых теперь доступные варианты 4 6 или 8 про европу опа опа америка европа зарядное устройство 32 туда-сюда цены на реалме 7 это реалме 7 эта версия попроще но у нее практически такой же дизайн нормальный абсолютно камеры вот 464 ну кому-то 4 может маловато перетеки 64 будет стоить 200 евро процессор от helio g95 процессор сопоставимые с снапдрэгоном 732 200 евро это цена евро чуть дороже чем доллар то получатся порядка 236 64 230 долларов почему пока отсюда пока 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 вот смартфон реалме цены плюс-минус 5 баксов те же характеристики чуть доплатили взяли 8 128 8 128 8 г оперативки это больше чем у пока x3 и память когда версия на 128 пока также было и удорожание между 428 разница есть тот же пока почти под 300 долларов стоит пока за 300 долларов нормально а вот реалме за 300 долларов ну вроде что-то не то говорю смотрите думайте предварительно реалме сейчас бренд который более интересен чем бесконечные вот эти переиздания смартфонов на xiaomi с их не коревыми его и потому тут скажем какое-то сравнение такого не будет но если кто не хочет брать плохо могут вполне просто по и прийти купить заказать себе там из китая или в магазине там или где-то может еще какие-то другие варианты есть почему от реалме 7 реалме 7 абсолютно ничем не уступает плохо у него лучше дизайн он легче чуть чуть меньше компактный камеры не хуже а то и лучше процессор сопоставим но все равно все про это пока вытерю пока пока головного моза и в общем-то реалме 7 и как и реалме 6 предыдущий аппарат который уже еще больше подешевел это абсолютно нормальные аппараты которые можно брать пользоваться без каких-либо проблем они обновятся до андроида 11 вот такой мы сегодня новость обсудили всем пока